Накануне Владимир Путин встречался с главой избиркома России Эллой Панфиловой. Говорили о том, стоит ли менять дату голосования по изменениям в основной закон государства. Сейчас по всему миру отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса. В этих странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода, от выборов, в этих странах не отказываются. То есть, подписывать сегодня указ без конкретной даты более или менее бессмысленное дело. Но, повторю еще раз, закон нас не лимитирует, не ограничивает. Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это российское голосование. Все зависит от того, с какой скоростью будет расти количество инфицированных опасным вирусом в нашей стране. Проводить голосование можно не раньше, чем через месяц после подписания указа. Позже уже можно. По данным опросов, большинство россиян игнорировать это событие не собираются. Пойдете на голосование по Конституции 22-го? Обязательно. А какие поправки поддерживаете? Мы не поддерживаем. Вообще никакие не поддерживаете? Вообще никакие. А почему? Честно говоря, я не вникала до конца. Но я надеюсь, что будет время. Смотрите, вот есть у меня список такой небольшой, кратко, какие поправки предлагают. Вы можете посмотреть и сказать, с какими согласны, с какими нет? С первым согласна. С второй, с третьей. Вы же только что говорили, что вы ничего не поддерживаете. Выходит, поддерживает? Я поддерживаюсь, да. Выходит, девушка хотела голосовать вслепую. Чтобы вы не решили поступить так же, еще раз коротко список предлагаемых поправок в основной закон. Приоритет Российской Конституции над международными законами. Брак – это союз мужчины и женщины. Обязанность государства защищать историческую правду. МРОД не должен быть ниже прожиточного минимума. Ограничения для чиновников. Будущий президент должен жить в России не менее 25 лет и никогда не иметь гражданства другого государства. Одно лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Перераспределение полномочий между президентом и парламентом. А также необходимость создания госсовета. А теперь мнение горожан конкретно о каждом пункте. Я поддерживаю поправку МРОД, чтобы не менее прожиточного минимума, чтобы президент жил не менее 25 лет в России. Ну и... Еще за что? За союз мужчин и женщин, конечно, это однозначно. Что брак – союз мужчин и женщин? Да, 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 а не что-то там другое. А как вам упоминание Бога Конституции? Ну, знаете, там я прочитала про это упоминание о Боге. Это оно как-то, ну, знаете, не ключевое какое-то вот значение имеет, что Бог верит Бога или еще что-то там такое обязаны все России. Но это как-то мне не знаю, не коснулось. Религия и политика – это, по-моему, они близко друг к другу? То есть вы поддерживаете упоминание Бога? Да, конечно. Я считаю, что будущий президент должен жить не менее 25 лет в России. Поддерживаете поправку, да? Поддерживаю эту поправку. За всеми руками. А что касается упоминания Бога все-таки? Ну, это как-то двояко. Не знаю, и за, и против, но больше против, чем за. А какие поправки вы поддерживаете? Ну, первоспределение полномочий между парламентом, президентом, правительством. А почему поддерживаете? Ну, я считаю, что время настало такое, надо. Все-таки 20 лет Конституции, наверное, жизнь-то меняется. Напомню, каким будет основной закон страны, россияне должны решить 22 апреля. Ася Касьянова, Андрей Дармаев, Новости дня.